МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это наше время. Главные темы первого дня новой недели в материалах корреспондентов телеканала «Регион» в студии Америки Ульманов. Здравствуйте. Чиновников под статью. Прокуратура требует завести уголовные дела на сотрудников администрации Оренбурга за то, что те приняли социальное жилье с недостатками. Десять лет тюрьмы за ограбление школьников. Промышленный районный суд Оренбурга начал рассматривать дело о разбойном нападении на детей. Подсудимый, угрожая ножом учащимся, требовал мобильные телефоны и деньги. Дачные маршруты запустят перед Первомаем. Сегодня чиновники смотрели, в каком состоянии дороги, ведущие к садовым товариществам. И собака бывает кусающей только от жизни собачьей. Как два десятка животных, спасенных на прошлой неделе в одной из квартир города, приходят в себя после трех дней без еды и воды. Прокуратура требует завести уголовные дела на чиновников из администрации Оренбурга. Речь идет об управлении жилищной политики и департаменте градостроительства и земельных отношений. Эти два ведомства подписали акты приема-передачи 78 квартир по улице Мирненской, которые предназначены для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Проблема в том, что, по мнению правоохранителей, в домах нельзя жить. Застройщик не закончил отделочной работы, не смонтировал систему отопления. Территория во дворе по-прежнему неблагоустроена. Как сейчас выглядят многострадальные дома на Мирненской, построенные на бюджетные деньги, своими глазами увидел Виталий Сапожников. Эти дома на Мирненской будто проклял кто-то. Изначально планировалось сдать их в эксплуатацию в сентябре прошлого года. Затем сроки отодвинулись на декабрь. Приняли новостройки только в феврале года 17-го. Но внешний вид, как, собственно, и внутренний, даже у неспециалистов вызывает вопросы. Асфальт у подъездов покрылся ямами, кое-где отмостка просто заменена плитами. В общем, смотреть на это тягостно. Классика строительного жанра. Металлическая стойка на деревянных подпорках. Такая картина встречает каждого посетителя новостроек на Мирненской. Да, чтобы спрятаться под таким козырьком, нужна изрядная толика смелости. Впрочем, помимо фасаду, у прокуратуры возникли вопросы и к внутренней отделке 78 квартир, которые, между прочим, предназначены для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Установлено, что в ряде жилых помещений нарушена целостность системы отопления, то есть вырезаны куски трубы и отопления. Нарушена герметичность дымоходов, индивидуального газового котла, который находится в жилом помещении. Отсутствует стяжка на балконных плитах. По словам представителей городской администрации, на момент окончательной приемки домов в феврале подобных нарушений установлено не было. Но когда сошел снег, они вдруг обнажились. То, что пока лежал снег, не было видно. Произошла усадка земли и опустилось крыльцо. То есть сейчас застройщик все это устранит. То есть мы ему предоставили срок до 17 апреля. То есть по сегодняшний день завтра будет осуществлен выезд нашими специалистами с целью составления акта о том, как происходит удовлетворение нашего требования. Впрочем, то, что увидят специалисты завтра, догадаться можно уже сейчас. Устранить такие дефекты за ночь застройщику будет весьма проблематично. А значит, может понадобиться очередной неопределенный срок для того, чтобы привезти дома в соответствии со строительными нормами. Сначала это будет то, что подгарантийные обязательства они должны были сделать. Это все будет сначала устранено, а потом только будут выданы ключи гражданам для вселения. Прокуратура меж тем намерена добиваться наказания для тех, кто подписывал акты приемки домов, в которых по факту жить нельзя. По факту подписания актов приемки таких жилых помещений в таком состоянии, по факту ввода этого дома в эксплуатацию, прокуратура города Эйнбурга материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса уголовного преследования в отношении должностных лиц администрации города Эйнбурга. Очевидно, что заселение переселенцев из аварийного жилья в дома на Мирненской вновь откладывается. Впрочем, людям уже не привыкать. И очередную отсрочку они воспринимают философски. Ну надоело, а куда? Че сделаешь-то? Раз? У нас так получается. Он тоже ждет, вон уже. Уже двое выросли, пока программа шла, да? Виталий Сапожников, Владимир Семенов. Наше время. В Оренбурге при пожаре пострадала женщина. Сообщение о возгорании в квартире девятиэтажного дома по проспекту Гагарина, 29, поступило сегодня днем. На место происшествия выехали спасатели. Пожару присвоили повышенный третий ранг сложности. По прибытию к месту вызова было обнаружено, что происходит возгорание на двух соседних балконах на восьмом этаже. Были эвакуированы соседи жилых квартир и пострадавшая женщина, переданная в карету скорой помощи. Пожар был потушен в течение часа. Сейчас о происшествии напоминают лишь обгоревшие окна и балконы на восьмом и девятом этажах. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. А вот в двух пожарах, которые произошли в Оренбурге в прошлые выходные, к сожалению, не обошлось без жертв. В Кувандыкском городском округе в огне погибли четыре человека. Среди них – шестилетний ребенок. В поселке Новосоренск Кувандыкского городского округа произошло возгорание. В ходе тушения пожара были обнаружены обгоревшие тела шестилетнего мальчика, его отца 25 лет, 43-летней бабушки, а также 42-летнего местного жителя. После возгорания мама малыша смогла покинуть дом, обратиться к соседям и вызвать помощь. Мама погибшего ребенка, которая поясняет, что да, они распивали вечером спиртные напитки, все легли спать, ничего не предвещало беды. Она проснулась, когда уже начался пожар, покинула дом, хотела позвать на помощь и потом всех вытащить. Следователи завели уголовное дело, выясняя обстоятельства происшествия и по какой причине произошел пожар. В ту же ночь, но уже в Кваркино, сгорело еще четыре человека. Огонь вспыхнул в одной из квартир по переулку Южному на площади 81 квадратный метр. На место происшествия выехали 27 человек и 12 единиц техники. Пожар полностью удалось потушить только спустя несколько часов. В сгоревшей квартире спасатели обнаружили тела трех мужчин и одной женщины. По данному происшествию в Следственном комитете расследуют также уголовное дело. Промышленный районный суд сегодня начал рассматривать дело о разбойном нападении на школьников. Все произошло в феврале этого года на Маяке. По версии следствия, 38-летний мужчина подкарауливал детей возле школы, угрожал им ножом и требовал отдать телефоны и деньги. Ольге Патрушевой удалось пообщаться с мамой одного из потерпевших и восстановить всю картину случившегося 13 февраля. Позвонил директор школы и сообщила, что произошла ситуация такая. На ребенка напали, пытались отобрать телефон, когда ушел в школу. После таких слов Наталья больше не могла оставаться дома. Своего ребенка в школе она застала испуганным и в слезах. Долго ребенка отходила от шока? С силу своего возраста, наверное, может, как-то еще приключение оказалось. Первые сутки еще перепугана была. А потом на следующий день уже с друзьями созванивалась. Вы с опаской потом отпускаете ребенку в школу? Ну да, и сама. Потому что как-то вечером стараемся никуда не ходить и возвращаться. Хотя это все было днем. Все случилось, когда ребенок шел на занятия во вторую смену. Незнакомец его встретил буквально в 100 метрах от школы. После мальчик сразу же сообщил обо всем педагогу. Неожиданно его остановил рукой в грудь. В это время достал нож и спросил, у тебя телефон есть? Мальчик напуганный сказал, да, и вытащил телефон из кармана. Потом он спросил, а деньги у тебя есть? Он говорит, он в это время знал, что эти деньги надо на ремонт маме сапог. И тем не менее сказал, нет, денег у меня нет. Он спрашивает, а что у тебя еще есть? Мальчик говорит, я достал ключи от дома. Говорит, я даже не знаю, почему я это сделал. Он говорит, вот у меня только ключи есть. Он говорит, нет, это оставь себе. И развернулся с ухмылкой и ушел дальше. По версии следствия, 13-летний учащийся 40-й школы стал первой, но не единственной жертвой Спицына. Как следует из материалов уголовного дела, в тот же день, здесь, на улице Культурной, он напал на еще одного школьника. Также, угрожая ножом, он требовал отдать ему всеценные вещи. Однако мальчик не растерялся, стал кричать, чем и напугал преступника. Добыча рецидивиста стал один единственный телефон. Ценой в 5 тысяч рублей. При розыске полицейские предположили, он захочет от него избавиться. Так и вышло подозреваемого, а теперь уже подсудимого. Задержали на славянском базаре. Сам он вину свою отрицает. Но здесь же вина не доказана. Но о чем вы говорите? Зачем вы спросите? Задержали свою вину, да? Суд не установил его вину. Давайте прощаться. Суд пока не установил его вину. Заседания по этому делу только начинаются. Но потерпевшие сразу после задержания опознали в Спицыне своего обидчика. Запомнили яркую примету. Мужчины. Огромный шрам во всю тыльную часть ладони. Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время. Сейчас на ситуации с паводком в Оренбурге. В Светлинском районе проблема решена. Большая вода отступила от жилых домов. Чтобы ликвидировать ледяной затор, на реке Бурухтал было произведено 4 взрыва. После чего уровень воды упал на полметра. И 30 домов, а также больше 100 приусадебных участков, которые подтопило в поселках Целинный и Степной, освободились от талых вод. Эвакуированные жители возвращаются к себе домой. В скором времени начнется вывоз мусора. Откачка воды и просушка жилья. Для этого, по информации МЧС, на восток региона отправлено 19 тепловых пушек. Напомню, в минувшие выходные река Бурухтал вышла из берегов. Из-за чего в поселке Целинный под воду ушли 18 частных домов и 52 двора. На следующий день ниже по течению реки в поселке Степной подтопило 12 домов и 80 приусадебных участков. Порядка 100 человек были отселены к родственникам и в центре временного размещения. А между тем, на западе Оренбуржья, в Новосергиевском районе, подтоплено 57 придомовых территорий. В Тотском порядка 110. А вот в Сорочинске вода совсем ушла. И добавлю, что в области из-за паводка объявлен межмуниципальный режим ЧАЭС. Губернатор заверил, что всем пострадавшим от половодия будет оказана помощь. Деньги для этого будут выделены из резервного фонда регионального правительства. И, кстати, в Краснохолме, который оказался подтопленным на прошлой неделе, жители просят прокуратуру и главу Оренбурга выяснить истинные причины случившегося. На встрече люди заявили, что уверены, ЧП можно было избежать. И все дело в действиях сотрудников Черновского гидроузла. Мы просим, во-первых, разобраться с действием гидроузла Черновского. Почему две недели река была пуста, что дезинформировала жителей. Мы успокоились, мы подумали, потопа не будет. Это не природа, мы считаем, здесь человеческий фактор повинен. Не было достаточного сброса воды. Напомню, в ночь с 10 на 11 апреля за несколько часов в Краснохолме оказались подтопленными 300 дворов. Официальная причина – местное водохранилище переполнилось из-за резкого потепления. Кто ездил на эти овраги на военведе, высчитывал глубину, объем кубатуры. В конце концов, мы все тут специалисты сидим. Я хочу спросить, как специалист с них? Жители с вами согласны, да, вы же учитель, грамотный человек. Вы можете здесь составить то, что мне сейчас изложили. Это будет основанием для прокурорской проверки. И все присутствующие это подпишут. Еще один вопрос, который волнует жители Краснохолма. На каком основании им закрыли доступ к воде? По словам людей, на территории водохранилища не пускают ни отдыхать, ни ловить рыбу. Местных также интересует, зачем вообще существует этот гидроузел. Глава города Евгений Арапов и прокурор Андрей Жугин пообещали жителям дать ответы на все вопросы через месяц. Рассмотрение соответствующего обращения 30 дней. Поэтому через 30 дней мы в таком же составе должны сюда вернуться. Соответственно, по линии прокуратуры должен быть дан ответ. Ну и параллельно уже подвести итог непосредственно тех работ, которые сейчас будут проводиться. Паводок еще не закончился, а в Оренбурге уже горит трава. Сегодня в дубках в пойме реки Урал вспыхнул пустырь. Серые клубы дыма были видны в разных частях города. Но обошлось без серьезных последствий. На место возгорания тут же выехали несколько нарядов пожарных, которые затушили горящую траву. А между тем, по прогнозам гидрометцентра, погода на этой неделе будет нестабильной. Завтра и послезавтра синоптики обещают теплую и солнечную погоду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20. Однако уже во второй половине недели резко похолодает и зарядят дожди. Температура воздуха не поднимется выше 9 градусов. А ночью так совсем заморозки, до минус 4. И такая совсем не весенняя погода продержится как минимум до конца недели. Дороги на дачу приведут в порядок до конца апреля. Об этом заявили в городской администрации. И уже сегодня чиновники начали объезжать все садовые товарищества. Как правило, подъездные пути к приусадебным участкам после зимы находятся в плачевном состоянии. Специалисты уже заключили, что и этой весной нужно успеть проделать много работы, чтобы автобусы без проблем проехали на даче. Что сделают и когда пустят садовые маршруты, знает Екатерина Волгова. Объезжать массивы перед дачным сезоном – дело традиционное. В первую очередь городских чиновников интересуют дороги, их состояние. По-прежнему садоводческие пути назвать идеальными не получается. Во многих товариществах после зимы ямы у хабов прибавилось. Пускать автобусы по таким дорогам в мэрии опасаются. Нужен ремонт. Это, как правило, классические замечания, которые после зимнего сезона практически на всех территориях возникают. И, конечно, обрезка веток. Санитарное состояние, само собой, все садоводы, как только начинаются, вот первые теплые дни начинают наводить санитарный порядок. Но вот обрезка веток и подготовка именно дорожного полотна к пуску автобусов – это, в общем-то, задача председателя садовых общества. Как правило, денег на ремонт дорог в садовых обществах особо-то нет. Если центральные улицы еще пригодны для проезда, то боковые узкие дорожки целиком зависимы от капризов природы. Чтобы дачный сезон не был омрачен дорожными проблемами, председателям СНТ помогают местные власти. В Оренбургском районе, к примеру, 78 дачных массивов. Проблемы, говорят, стараются решить совместно. В основном относятся все ответственно. Сейчас будет и подсыпка, и будет и градирование. И до 29 числа мы более-менее переведем в порядок наши садоводческие дороги. Ремонтировать будут не только дороги, но и подъездные пути. Сроки примерно все до 1 июня будут выполнены. Потому что мы сейчас в первую очередь готовим дороги к Радоницам, чтобы кладбищам помогли подъехать. Во вторую очередь будем к праздникам 9 мая подготавливаться. И в третью очередь уже к садовым маршрутам будем проводить. Меж тем, как бы то ни было, в конце апреля должны выйти все 42 дачных маршрута. Кстати, в этом году планируют сделать единое расписание. И в будни, и в выходные дни. В понедельник и четверг традиционно автобусы ходить не будут. Еще из новшеств с этого года для дачников заработает новый многоканальный круглосуточный телефон 304477, по которому оренбушцы могут узнать любую информацию по расписанию и схемах движения садоводческих маршрутов. Прежний номер 446929 в ближайшее время перестанет действовать. Екатерина Волкова, Дмитрий Примачек. Наше время. Собаки, спасенные от голодной смерти, понемногу возвращаются к нормальной жизни. На прошлой неделе из квартиры в многоэтажном доме по улице Ноябрьской волонтеры забрали 22 собаки. Их хозяйку госпитализировали, и животные несколько дней сидели без воды и еды. Мой коллега Юрий Мишенин посмотрел, как животные чувствуют себя сейчас. Он побывал и в зоове-центре, и в питомнике, куда поместили собак, пока им не нашли новый дом. В одном вольере семь собак, в другом шесть. Животных специально разделили по возрасту, чтобы взрослые не отнимали еду у маленьких. За питание даже сейчас, спустя пять дней, собаки готовы сражаться. Как говорит владелец питомника, много натерпелись в той, теперь уже прошлой жизни. В обычной многоэтажке в однокомнатной квартире пожилая женщина держала 24 собаки. Когда хозяйку забрали в больницу, животные несколько дней жили без еды и воды. Вот такими их увидели волонтеры. А воды, воды, может, воды налить? Не надо на улице водок, это все так. Теперь и с вниманием, и с питанием у собак все нормально. Кормят специально понемногу, как доктор прописал. Три-четыре раза в день даем понемножку, так как врачи порекомендовали после их образа жизни, скорее всего, голодного, еду давать чаще, но маленькими дозами. В питомнике не все собаки, которых спасли в той квартире. Часть животных забрали волонтеры, часть пришлось определить в зооветцентр. Это наиболее ослабленные животные, те, которые не смогут жить на улице. Отсутствие подшерстка у них, я думаю, что ночью им будет очень холодно. Поэтому мы их забрали в теплое помещение, и тем более под присмотром врачей. Потому что у собак было обезвоживание, истощение жуткое, поэтому мы их как бы выхаживаем. Ежедневные осмотры, уколы, витамины и антибиотики. Лечение проводят не только препаратами, но и любовью. Постоянно заходят к собакам пообщаться, ведь животные должны привыкнуть к людям, перестать бояться. Приходят не только сотрудники зооветцентра, но и дети, причем не с пустыми руками. Вот ученики гимназии номер два собрали деньги и подарки, целую корзину всего самого необходимого. Говорят, когда узнали, что собакам нужна помощь, никого уговаривать не пришлось. Еды насобирали много. Думаю, эту акцию проводили не зря. Мне говорили, что надо спасти обязательно этих животных, потому что им очень было жалко таких животных. Естественно, первым делом собак покормили. Даже мамы были совсем не против, чтобы дети пообщались с этими малышами. В нашей семье мы очень любим животных и всегда стараемся помочь. И очень рады, что учителя, администрация школы разрешила провести такую акцию. Ведь это помогает делать наших детей человечными и добрыми. С детских лет приучают к любви к животным. Как говорят специалисты, на восстановление собак потребуется пару месяцев. Потом их приведут в порядок, постригут и будут искать хороших хозяев. Юрий Мишинин, Виктор Горшенев. Наше время. Проблемы с жильем, помощь ветерану войны, сотрудничество с Союзом российских писателей. Это лишь часть из тех вопросов, с которыми оренбуржцы пришли накануне на прием к секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Олегу Димову. Что волнует людей и как им помочь, узнали наши корреспонденты. Ветеран войны Владимир Михайлович Бочкарев мечтает поехать на парад победы в Москву. В свои 92 года он бодр и активен и достойно представит Оренбург в столице. На прием к Олегу Димову пришел с родственниками. Общение оказалось душевным и продуктивным. Поэтому мы все решили. Договорились? Над решением данного вопроса работает и вице-губернатор Вера Баширова. Но без подарка к празднику фронтовик попросту не мог уйти. Во время разговора выяснилось, что он любит рыбачить. И Олег Димов тут же принял решение подарить ветерану ко дню победы резиновую лодку. Самое главное сегодня для него мечта это лодку купить, потому что на рыбалку собрался ехать. Это говорит о том, что у него не только со здоровьем, слава богу, все хорошо, но еще и с духом и вот с таким вот желанием жить. Приемную председателя партии приходят с самыми разными проблемами. Вот и в этот день приходили за помощью по решению жилищных вопросов. Пришли оренбургские писатели Виталий Молчанов и Вячеслав Моисеев. Сегодня пришла ассоциация писателей Оренбуржья по совместным проектам. Наша каждодневная работа и очень здорово, что люди приходят в общественную приемную председателя партии. По любому вопросу можно прийти и здесь точно как минимум получить уважительные отношения и как максимум помощь в решении своих вопросов. Сейчас о спорте. Покинули зону вылета. Футбольный клуб Оренбург накануне обыграл на своем поле Грозненский Терек и набрал важные три очка. Отмечу, что победный мяч футболисты гостей забили в свои ворота. О том, как складывалась встреча и что о конечном результате думают главные тренеры команд в материале Виталия Сапожникова. Победа и только победа. Любыми средствами и любой ценой. Очевидно, такую установку дал перед игрой своим подопечным Роберт Евдокимов. Футболисты Оренбурга, подстегиваемые болельщиками и незавидные позиции в турнирной таблице, ринулись добывать три очка. И уже на 27-й минуте Попович распечатал ворота Терека. Во втором тайме хозяева продолжили давление, несмотря на то, что часть футболистов вынуждены были играть с повреждениями. К сожалению, у нас и Абакумов в первом тайме, если помните, столкновение получил травму, играл там уже на морально-волевых, не мог не выносить. И на одной ноге Григорьев еле-еле добегал с первого тайма, его ли там с травмой, ну еще плюс там были ушибы. В итоге Тереку удалось отыграться. В середине второго тайма точный удар с дальней дистанции удался Грозаву. После чего встреча, казалось бы, катилась к ничьей. Но на 89-й минуте после безобидного навеса в штрафную Терека мяч в свои ворота отправил Плеев. Оренбург берет столь важные и нужные три очка. Такие игры случаются, поэтому обидно, конечно, и за команду, за то, что все-таки уже ничего не предвещало того, что может случиться в наши ворота второй гол. Но надо держать удар, надо двигаться дальше. И понятно, что и Оренбургу очень нужны очки. И есть следующий матч, и надо постараться проанализировать быстрее этот матч и двигаться дальше. Мы сегодня сыграли, наверное, свою лучшую игру, как мне кажется, при выходе из обороны в атакующих действиях, потому что создали достаточное количество таких стопроцентных голевых моментов. И сегодня сыграть ничью или там тем более проиграть, но было бы, наверное, кстати, очень странно и обидно. Кроме того, роль 12-го игрока сыграли болельщики. Трибуны стадиона в Ростышах до последнего гнали игроков вперед. Оренбург выглядел совершенно не хуже соперника из верхней части таблицы и заслуженно одержал победу. У нас, как обычно, много моментов было создано у чужих ворот. Да, мы не забивали, но свое добились. То есть забили два гола, но что касается у своих ворот, ну были небольшие моменты там, может ошибки какие-то, погрешности, но ничего страшного. Главное, самое главное, это победа. Благодаря победе Оренбург покинул зону прямого вылета и обосновался на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата, опережая Том и Арсенал. Следующий матч наша команда проведет в воскресенье 23 апреля на выезде против аутсайдера Томи. Виталий Сапожников, Наше время. В конце выпуска информация от городских электрических сетей. Во вторник жители некоторых улиц Оренбурга и пригорода останутся без электроэнергии. Причина – плановые ремонтные работы. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 56 83 38 либо 98 48 48. И Оренбург Водоканал сообщает о том, что в связи с проведением работ по переврезке водопровода и замене задвижки на водоводе с 10 утра 18 апреля до часу ночи 19-го будет отсутствовать холодное водоснабжение в районе, ограниченном улицами. Набережная реки Сакмара, Бурчак-Абрамович, Розенберга, Инструментальная, Кольцевая, Гора Маяк. Подвоз воды будет осуществляться к домам, расположенным по улицам Кольцевая 6 и 23, Розы-Люксембург 36-2, угол Инструментальная и Химическая, а также улица Турбинная 27. В район отключения попадают также центральные тепловые пункты номер 133, находящиеся по улице Розы-Люксембург 39, и номер 130 по улице Химическая 3А. Котельные в районе отключения отсутствуют. Руководство Оренбург-Водоканала приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефон информационно-справочной службы предприятия 37-00. Такие новости. Далее прогноз погоды на завтра. Хороших вам новостей и весеннего настроения.